На протяжении многих столетий слова «красота» и «здоровье» были синонимами успешной и счастливой жизни каждого человека. Люди, занимающиеся физкультурой и внешне, и по своим функциональным показателям, моложе тех, кто мало двигается. Брещане в этом вопросе хорошо осведомлены. Они знают о важности физических нагрузок для своего здоровья. Поэтому не только наблюдают со стороны, но и сами практикуют некоторые спортивные комплексы упражнений. Нужно двигаться каждый день. Не то, что там выбирать время какое-то. Я думаю, нужно ежедневно и повседневно. Движение – это жизнь, так что и здоровье, и прекрасно себя чувствуешь. К сожалению, мы не очень занимаемся, но в принципе нужно. Для всего, для здоровья, для жизни, чтобы быть в тонусе. Это нужно заниматься физической культурой, спортом. В наше время мы все время ездим, ездим, у кого машина, у кого еще какой вид транспорта, а люди очень мало ходят в наше время. Поэтому надо больше ходить. Это самый, наверное, такой распространенный и доступный отдых, физическая нагрузка на все мышцы. По большому счету физическая активность – это самое лучшее, что можно было придумать. Ибо там ничего не мешает здоровью, а только что здоровье становится все лучше и лучше и лучше. Поэтому свою повседневную жизнь я начинаю каждое утро, подъем в 5 часов утра и 5 километров пешком, прежде чем сесть за стол позавтракать. Такое сейчас время, кругом компьютеры и работа, в принципе, сейчас у всех такая сидящая. Поэтому движение, ну движение – это жизнь, правда, Софьюшка? У меня младшая дочь, вот учится в 20-й школе, в 10-м классе, они плаванием занимаются. Вот директор им сделала бассейн «Нептун». Дочь Яна вообще в дичайшем восторге. Я считаю, что это очень важно. О пользе физической активности регулярно говорят и врачи. Сегодня, благодаря интенсивному развитию технологий, одной из главных проблем современных людей стала гиподинамия. Или, другими словами, недостаток движения, который провоцирует развитие самых различных заболеваний. Врачи уверяют, даже небольшая регулярная физическая нагрузка поможет не только чувствовать себя хорошо, но и подарит отличное настроение. Для того, чтобы поддержать уровень физической активности на достаточном уровне, достаточно всего потратить 10 часов в неделю на какие-то физические упражнения. Причем низкими нагрузками нельзя достичь желаемого результата. То есть, если мы гуляем по советской, такой променад совершаем с целью на людей посмотреть и себя показать, даже если мы это делаем более двух часов, это не может рассматриваться как достаточный уровень двигательной активности. Для этого нужны какие-то физические упражнения, которые совершаются с нагрузкой и включают большие группы мышц. Развитию спорта в Беларуси уделяется особое внимание. Брестский регион в этом смысле не исключение. Уже практически в каждом районном центре есть все условия для занятия спортом. Регулярно организуются спартакиады и праздники здоровья. Врачи считают, что такие активные мероприятия полезны для всех. Главное – не забывать о правильном дыхании. Занимаясь любыми физическими упражнениями, нужно сразу дышать только носом. Если вдруг почувствовали нехватку воздуха, появилась какая-то повышенная потливость, сердцебиение излишнее, нужно остановиться, успокоиться, восстановить дыхание и после этого продолжить упражнение в более спокойном темпе, чтобы не перегружать организм. Регулярная физическая активность в первую очередь благоприятно сказывается на состоянии дыхательной и сердечно-сосудистой системы. При выполнении упражнений улучшается циркуляция крови по организму, ускоряется доставка кислорода к тканям и органам. Сегодня вести здоровый образ жизни модно. Тем более спортивные комплексы привлекают белорусов хорошими тренажерами и доступными ценами. А тем, у кого нет времени для занятий, врачи рекомендуют больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.